На протесте, когда мы были перед президентурой пару месяцев назад, я сказал одну очень важную вещь. И Игорь Дадон прекрасно понял, о чем я говорю. Я уверен, понял меня Влад Филат. Когда я сказал о том, что Игорь Дадон, чтобы не думал, что то предложение, с которым ходили к Филату в начале этого года, и то видео, которое есть, то я про него не знаю. Ситуация очень простая. Чтобы вы знали, Плохотнюк ходил к Филату, в этот непомним момент ходил лично он, либо от него люди. Хотя, если вы помните, раньше, когда говорил, что Филат ходил к Плохотнюку три года, но Филат выходил. Нет, это неправда, не слушайте высадку. Но в этом признался в одном из интервью. И вообще он признался только так, в некоторых моментах. Все остальное он продолжал вилять. Вы видели все эти интервью. Ларена Бокзова, интервью с Марианой Радци. Значит, Плохотнюк тогда, еще раз подтверждаю, вот я не помню уже, просто мне была задача, либо он, либо от него были люди, которые показали Филату видео, где передавались определенные деньги Игорю Дадону, и где он попросил Филата написать заявление, дать показания, что Дадону давали деньги за Тимофе. Значит, так как это было уже после парламентских выборов, Филя молодец, ну, как бы держал нос по ветру, слил это Дадону, не пошел на сделку с Плохотнюком, как бы за это, то, что не пошел на сделку с Плохотнюком, респект, но я прекрасно понимаю, что это видео сыграло сейчас свою решающую роль для его освобождения. Потому что для Игоря Дадона сейчас видео после всех этих скандалов, отставка одного правительства, быстро назначили другое, про все это я говорил, повторяю, не буду сейчас. Значит, появление видео, где он берет там какие-то тити-мити, значит, это может взорвать сегодня ситуацию. Поэтому я вижу там, что Дадон валит на Майя Санду, Майя Санду говорит Дадон, значит, я уверен, что вот именно это видео, которое показали Филату, и то, что он не написал заявление на Дадона, не дал никаких показаний, послужило тем, что как бы Дадону сегодня проще выпустить Филата, чем напороться на новый скандал.